В исправительной колонии номер 9, что в Цивильске, начали внедрять новые формы содержания осужденных. Пока в качестве эксперимента. Как он проходит, сегодня показали журналистам. Что изменится в работе уголовной исполнительной системы и насколько новые подходы повлияют на тех, кто отбывает наказание. Узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Отбывать срок в общежитиях строгого режима, либо в отдельных четырех местных комнатах. У осужденных этой исправительной колонии появилось право выбора, в каких именно условиях они хотят проживать. Те, кто постоянно ходит на работу и соблюдает установленный порядок, попадают сюда. Отдельная кухня, телефон для переговоров и даже зал для воспитательной работы. Осужденных, которые показывают себя только с положительной стороны, переводят на более облегченный режим. Если же они нарушают, то мы применяем те меры, которые предусмотрены уголовно исполнительным законодательством. Это изменение условий отбывания наказания, это перевод на строгие, где уже идет содержание запираемых помещений. Это применение меры взыскания, как выговор, штрафной изолятор, помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, а также перевод на тюремный режим. Именно постоянная полномерная растительная работа приводит к тому, что осужденные адекватно воспринимают те условия, которые им созданы, и, соответственно, оценивая их, ведут себя надлежащим образом. Самые законопослушные в конце концов могут быть освобождены из мест не столь одоленных досрочно. После того, как здесь открылся воспитательный центр, основной упор начали делать на психологическую работу. Осужденных, которые попадают сюда впервые, содержат отдельно тридцидивистов. Это тоже приносит свои плоды. Теперь установленный режим в исправительной колонии нарушают все реже. Особенно молодежь, которая приходит в колонию, она же очень подвержена влиянию, поэтому осужденные отрицательные направленности не могут оказать в данный момент на них влияние, потому что они уже находятся в другом центре и, получается, не пересекаются друг с другом. Теперь здесь появилась возможность оперативно решать проблемы осужденных. Связаться с руководящим персоналом колонии все они могут вот из такой комнаты, оборудованной видеокамерой и телефонами. Есть у кого-то, может быть, какие-то вопросы с родственниками, каких-то документов не хватает, или родственникам нужны какие-то документы, ну, разъясняют о том, условно-досрочном освобождении. Если возник какой вопрос, не надо ходить искать сотрудника в штабе или где-то на производстве, он всегда находится там. Ну, и, соответственно, любой вопрос решается моментально. В случае положительной пробации эксперимента учреждение меняет штатную структуру, должностные лица предусмотрены, будут штатно введены и, соответственно, будут осуществлять должностные обязанности уже на постоянной основе. Правда, пока и психологи, и педагоги работают в исправительной колонии в рамках эксперимента. Именно по его итогу можно будет сделать вывод, станут ли подобные центры эффективным инструментом на пути к исправлению осужденных. Эксперимент завершится в следующем году, 30 июня. Если новые формы содержания осужденных докажут свою эффективность, то центры исправления откроются и в других колониях республики. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.